Куполинка 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 было также в политике в будущем. Вас попросили, чтобы вас окружали тоже женщины. Ну а вопрос такой простой. Как вы видите себя? Может быть для вас непростой, но с пожеланием, конечно, мы бы вас хотели видеть в политике и дальше. Спасибо большое. Про политику, у девочки не уверена. Вот я вам честно скажу, может потому что такой период в стране, что нужно выживать, нужно бороться. Очень тяжелый путь, очень тяжелый. Я силы черпала только от белорусов, потому что когда, если бы они не сдадутся, но если бы, то, конечно, сдалась бы я, потому что я уже много раз говорила, что было много моментов отчаяния, когда хотелось все бросить. Потому что тяжело реально было. Ну ты видишь, что белорусами сдаются, ну а ты как можешь? Ты же сейчас одна, мы вместе все, поэтому не сдавалась и сгребала себя в кучку, встала и шла дальше. Вот, и потеряла мысль, как обычно. Слушайте, как мы говорили, протестная... Ну что я говорила? Я сегодня спала две часа всего. Вы так много сейчас ездите, встречаетесь со многими политиками и интересными людьми. Назовите, пожалуйста, двух человек, с кем вам еще хотелось бы встретиться, вот реалистично, то совсем нереалистично. С кем бы я хотела сейчас увидеться? Вы знаете, как ни странно, с президентской Российской Федерацией. Потому что... Если я когда отвечаю на такие вопросы, всегда хочется одно сказать со стороны просто человека, государственной политикой. Ну в том, что я понимаю роль России, в том, что происходит сейчас в Беларуси, и поэтому хотелось бы рассказать свою точку зрения на то, что происходит. Может, там на самом деле все настолько недельновидны. Хотя, скорее всего, это не так, но... Вот, а когда все закончится, тоже с политиком каким-то? Нет, с мужем. Что может повлиять на то, что Российская страна поменяет все-таки целях на то, что происходит, и станет все-таки поддерживать нас, а не диктатуру? Все-таки вопросы сложные задания. Я не знаю, что может на них повлиять, вот честно. Общество? Не знаю. Какой-то из лидеров, но он тоже не увиден. Это время покажет, наверное. Я не могу ответить, если честно. Не знаю. Спасибо. Какие два-три образа Беларуси, которые вы вспоминаете, когда вам очень трудно? Первое, что я делаю, это я включаю песню «Музырь». И стены рухнут, серьезно. Оно и именно ту песню, где припели Сергей Тихановский поет мой муж. То есть она меня обосновляет. Я помню, как это все начиналось. Давай, муры надо включить. Надо белорусский язык, чтобы я уже запел по-белорусски. Давай, давай. Она будет на площадях играть. Учите. Раз буры, турмы буры, порогнешь свободы по горы. А моргутка рухнет, 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 и паховая свет старый. Потом в сознании, знаете, для эмоциональной подпитки пересматриваешь фотографии. Пускай как бы это не звучало по-мазохистке, но пересматриваешь фотографии избитых людей. Потому что не должно такое стираться из памяти вообще. То есть оно придает тебе сил, что вот ради этого нужно продолжать. Ты не можешь сейчас себя отец становится. Песня — это фотографии. И пересматриваешь опять видео с предыдущих митингов, с демонстраций. Вот эти люди. Они выходят, они продолжают. Их сажают, они опять выходят и продолжают. Встала и пошла. Светлана, мы вас так любим! Ну здравствуй, друзья! Алю Галины! Мы вас так ждали! Вы не представляете, какую колоссальную поддержку вы оказываете тем белорусам, которые сейчас находятся дома, которые выходят на демонстрации, которым страшно. Я от лица всех белорусов прошу вас, не останавливайтесь. Борьба продолжается, и мы, к сожалению, не знаем, когда она закончится. И все вместе, объединившись по всему миру, мы обязательно одолеем эту напасть. Ура! Ура! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Мы победим! И вы обязательно когда-то посетите свободную и безопасную Беларусь уже с новым президентом. Спасибо вам всем большое! Ура! Вера можем! Вера можем!